Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей прошлой передаче мы начали отвечать на ваши вопросы, простые, сложные, глубокие, не очень. И сегодня мы продолжим это делать в нашей студии с нашим гостем, священником, протереем Иоанном Моховым, настоятелем храма, святителя Спиридона Тремифонского. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Ну, мы не все вопросы сумели осветить в прошлой нашей передаче, поэтому мы продолжим, что называется, с места в карьер. Вот интересный вопрос задает Виталий Юхимчук из Москвы. И он спрашивает, батюшка, в чем разница между гордыней и чувством собственного достоинства? Серьезный вопрос. Слава Богу, что у человека он есть. Значит, а гордынь какие-то у него тоже есть представления. Вообще, к сожалению, для рода человеческого самым главным грехом является гордыня. Потому что она поглощает человека. Если действительно, мы говорим не о каком-то там тщеславии, хотя она может тоже масштабном, но гордыня, она действительно поглощает человека, заменяя это в душе человека, Бога на его я. И можем аналог, скажем, светский в какой-то степени, как термин, чтобы было понятно, это эгоизм, когда все вокруг человека, все для человека. Это эгоцентризм, которому человек развивается, к сожалению. Но, к сожалению, потому что это не развитие, на самом деле, происходит именно в хорошем смысле слова. А достоинство? Вот достоинство человеческое, оно вообще определено Богом. Вот есть такой фрагмент Евангелия, когда Христос был предан в руки грешников. И вот Христос находится во дворе первосвященника Анны. И там присутствуют и Каиаф, и там присутствуют, значит, обличители, гонители, стражи воинской, храма. И Христос в тот момент предстает не целителем, чудотворцем, пророком, одетый в повседневную одежду, которую уже отчасти, вот я как-то понимаю, так сказать, наизорван на нем, потому что его там вели, хватали, терзали его. И он стоит там, уже и оплеванный, и побитый. И вот люди, издеваясь над ним, бьют его и говорят, там, закрывая ему глаза, ударяй, то скажи нам, кто тебя ударил сейчас. И в какой-то момент происходит диалог между мучителями, между первосвященником и спасителем. И спаситель на этот вопрос, как казалось, окружающим отвечает не так, как надо. И вот слуга первосвященника бьет Христа. И Христос ему говорит, за что ты меня ударил? Если я сказал плохо, скажешь, что плохо, а если я сказал хорошо, почему ты меня ударил? Здесь проявляется, на мой взгляд, вот лучший момент о достоинстве человека. Человек, он не должен в своем достоинстве унижаться. Достоинство человека – это то, что можно оценить именно с точки зрения его духовных и душевных качеств. Достоинство человека, на мой взгляд, оно является тем, как раз то, что не выпячивает никогда. Вот как есть такое хорошее выражение «белая кость», там, там, «голубая кровь». Иногда вот мы видим художественные фильмы, в которых пытаются актеры играть каких-то персонажей из, скажем, так сказать, веков прошедших. Там, например, императоры наши, князья, там, так сказать, дворяне. И мы видим, насколько это наивно и наигранно. Потому что элементарно. Люди ходили не просто там с какой-то прямой осанкой. И красота их была, там, правильность постановка речи, там, красота слов присутствовала, да, жесты, движения. Даже взгляды были, скажем, там, наполнены мудростью где-то, вниманием. Вот. И наши актеры часто очень просто изображают. Ну, там, просто форма, которая не имеет содержания. Вот. Действительно воспитывался человек. И ему не надо было угодить самодостоинства. Царя невозможно было, так сказать, как бы не узнать, если он был одет там в какую-то одежду там нецарскую. То есть по его виду даже можно было ощутить, что перед тобой человек совершенно другого положения, из иного света, да, так сказать, высшего света, как говорили. Интересный, кстати, термин, да, высший свет. Люди светились, ну, что-то изнутри исходило. Поэтому о достоинстве мы говорим все-таки с точки зрения именно тех качеств, которые могут оценить в окружающей. Ну, вот. А не ты сам, в первую очередь, ты к этому стремишься. А гордыня, она, как раз, себя оценит сейчас с точки зрения такой молодец, положительный все. Все в данном случае у человека, который, к сожалению, одолевается гордыней, так сказать, у него все позитивно по отношению к себе. Хотя гордыня порой бывает мучительна в том плане, что заставляет еще больше, как оказалось, достигать каких-то высот. Но высоты сравнения, опять же, с кем-то. В каком плане? У кого-то есть, у меня нету. Надо достигнуть этого, чтобы быть еще более великим, нежели чем тот, на кого я там посмотрел с завистью. Поэтому сравнивайте, вот, не с кем-то себя, да, а вот читайте «Житие святых», на мой взгляд, и посмотрите, вот, святые, ну, чье имя вы носите? Чем человек прославил Христа? Может быть, вы можете уподобиться этому святому, идти за Христом, и тогда увидите, что есть у вас в новом, скажем так сказать, проблеме такой гордыни. А достоинство, оно будет оценено теми, кто рядом с вами. Константин Белов из Самары спрашивает, у меня много друзей-вегетарианцев. Когда мы сидим за одним столом, они часто меня, как православного, спрашивают, почему христиане едят живую душу? Я каждый раз не знаю, что ответить. Подскажите. Вообще, честно сказать, он может им правду сказать в лицо. Что, ребят, почему вы едите все время несчастные живые растения? Они же вопьют. Вот, если, допустим, взять пищу биологическую, в частности, берем, так сказать, как бы мясо. Животное ты не можешь есть живым. Его надо, соответственно, так сказать, сначала, простите, так сказать, чтобы оно умерло. Его там заклали, его там закололи, его там электрошоком убили. Вот, неважно, каким образом. Даже рыба там уснула, все, разделили, все. А ведь растение, оно продолжает жить на твоей тарелке. Ну, вот, те же самые, так сказать, клетки растений, если их взять, допустим, из салата, если они подвергли его термической обработке, вы можете через эти клетки вырастить заново растение, оно живое. Например, та же самая редиска. Вот на столе лежит целиком, посадите, она прорастет, она живая. Как вот вегетарианцы в этом плане обвиняют нас в том, что мы такие жестокие. Они постоянно совершают насильственные акты над растениями. Которые вопиют о том, что сколько можно нас есть. И поэтому, пускай он будет по отношению к ним немножко, знаете, в хорошем смысле слова, так сказать, таким юморным человеком, который может где-то посмеяться над этим. И все-таки, так сказать, если с точки зрения, если хотят, так сказать, о биологии поговорить, пускай их складываются по полочкам. А если с точки зрения того, что они такие молодцы и такие классные, вот они, так сказать, такой образ жизни ведут, ну, здесь вот как раз вопрос о той же самой гордыне. Один из современных богословов, он говорит, что вообще вот это все, что вокруг нас происходит, порой, так сказать, достижения какие-то, вот вегетарианцы какие-то, или там какие-то, скажем, так сказать, спортивные достижения. Человек ходит в фитнес-клуб какой-то, он пытается слепить такое супер-тело, там такое, на человека-бог. Да, так сказать, сейчас-то просто проявление гордыни своей. Это не полезно даже, потому что вот раздельное питание сегодня придумали, там все, ой, как хорошо с этого можно похудеть. Можно, а можно стать зависимым от этой пищи. Ты будешь думать по часам, когда мне можно, соответственно, поесть, попить, что мне можно поесть, а что-то мне там нельзя. Интересно сказано было у апостола Павла, кто гнушается браком, брачными отношениями, кто гнушается мясом. Соответственно, это животная пища. Кто гнушается вином, да, будет анафема. То есть он проклинает фактически этих людей. Почему? Потому что это выражение не какое-то смирение. Вот я такой вот молодец, так сказать, буду поститься, буду постник в Москве. В Москве об этом вообще не заявляет. То есть человек об этом заявляет, как раз, это часто просто выражение того, что человек готов идти и попрать законы, Богом созданные. Ну, Богом благословлено вот вкушать всякую пищу. Причем даже апостолу Петру было введение деяния святых апостолов. Мы с вами открываем. Там сказано то, что ешь все. Оно тебе не вредит. Просто в данном случае, опять же, есть такой нюанс, ну ешь, ну не объедайся. И надо экспериментировать, пытаться съесть какое-нибудь, допустим, ядовитое существо. Интересный пример по поводу того, что можно и нельзя. Есть замечательный 90-й псалом, который православные должны знать. Ну, для наших, опять же, жизненных ситуаций мы сталкиваемся с различными сложностями, трудностями, молимся и просим Господь в этих словах мудрых пророка Давида дает нам ответ и помощь. Один монах на Афоне, это наше время, 21-й век, знает 90-й псалом, и будучи человеком в какой-то степени религиозно немножко неофитом, вот он говорит, ну на Аспида разрешено наступить, ничего тебе не будет. Вот он, будучи на горе Афона, знает, что есть змеи. На Афоне есть действительно определенные виды змей. Небольшие такие гадюки, они ядовитые, ну, скажем так сказать, проблем с ними нет, потому что ты идешь, шумишь, животное уползло, так сказать, и исчезло. И он специально решил проверить, что будет. Значит, помолился и наступил на змеюку. Ну вот, она никак не среагировала, она ползала там в камни, и его не ужалил. Он так и обратился, ну, надо еще раз. И когда он решил второй раз наступить на очередную, так сказать, змеюку, проверить, насколько действуют слова святых, значит, псалмов, ему явление было реальное, ангел, который сказал, только попробуй еще раз Бога испытать. Глупец, что ты делаешь? О чем ты Бога проверяешь? Будет или не будет? Вот, он был в ужасе от того, что было ему такое явление, прибежал к духовнику, так сказать, покаяться в этом, говорит, пускай твоя история будет наручительной для всех. И поэтому вот здесь вот крайнесть, вот не надо только находить. Будьте добры, скажите, если человек был не крещен, но прожил достойную жизнь, не заключая сделок с совестью, спасется ли он? И наоборот, если человек был крещен, но в церковь не ходил, спасется ли он? Дмитрий Кулешов из Твери спрашивает. Дмитрий, я вам вот что могу сказать. Конечно, мы за Бога не можем решать, что будет с человеком, но церковный устав, церковные правила говорят о том, что если я православный, если я крещен в Церкви Христовой, и ничто мне не мешает, как скажем, ну, такой нюанс, вот человек, который он полностью от церковного общества, там находится, не знаю, там, где-нибудь в полярной экспедиции, где у него нет никакой возможности там с Богом встретиться, он предстанет перед Богом, там будет отвечать уже по законам нравственности. Но если человек, он касался веры, здесь сегодня, живет в 21 веке, когда церковь перестала быть гонимой, после развала Советского Союза в России принят закон о свободе совести, строятся храмы, человек живет вне этого, зная то, что есть какая-то истина, есть какая-то правда, то я сомневаюсь, что, будучи даже очень хорошим, он войдет в Царство Небесное. В 19 веке этим вопросом задавалось какое-то определенное количество живущих в Российской империи людей. А куда попадают, в отличие от православных, которые, опять же, православные тоже могут в ад попасть, если они не жили по православным, если они не жили по церковным заповедям, если они не посещали храм, никогда неисповедств не посещались. Но те, кто в данном случае соблюдали все, стремились к тому, чтобы соблюдать, у них был вопрос, куда попадают католики, куда попадают протестанты, там иноверцы. С этим вопросом даже обратились на тот момент главе Русской православной церкви митрополиту Филарету Дороздову. И вот митрополит Филарет, он ответил, что он за Бога решать не может. Он надеется на милость Божию. Он точно знает, что если мы не будем соблюдать то, что должны соблюдать от принятия таинства, крещения, образно себе Христова ученика, то мы точно, вероятно, не попадем. И поэтому мы с этим сталкиваемся. Когда приходит, говорит, батюшка, такой хороший был человек, который умер, он, наверное, где? Наверное, не знаю. Но, скорее всего, там, где плачет, скрежет зубов. Потому что это сегодня. Это не 70-й какой-то первый год, или 60-е годы, где война с церковью, и люди, некоторые, на самом деле, проживали жизнь, не зная Христа. Сегодня другое время. Поэтому давайте будем стремиться к тому, чтобы своим образом жизни, своих родственников близко привести к Богу. Потому что даже бывает так, что на смертном отре человека есть возможность ко Христу прийти. Вот недалеко, у меня вот месяц назад была встреча с человеком, который никогда в храм не ходил. Его постигло онкологическое заболевание, которое развивалось очень стремительно. Он в течение года угасал. И вот перед смертью друг его сына сказал, слушай, сын, а что ты своего отца не хочешь поисповедеси причастить? Уже тебе крещен. Он говорит, да не знаю, надо ли ему это? И он пришел к этому человеку, который уже говорить не мог, потому что были поражены болезни определенные, соответственно, нервные окончания, там с языком уже были проблемы. Но священнослужители имеют возможность выйти из этой ситуации. Мы можем разговаривать, скажем так, даже человек не говорит. Я пришел к этому человеку. И на мой взгляд, он с жаром исповедовался за всю свою жизнь. Действительно, с желанием очистить свое сердце. Им было очень тяжело. А это вообще оказался последний день его жизни, потому что я сказал, вот мы его сегодня сумели причастить, несмотря на трудности с тем, что он уже не мог пищу никакую вкушать, он причастил святых тайн Христовых. Я говорю, если есть возможность, давайте завтра еще причастим его. На следующий день они не звонят. Ну, часто бывает так, не звонят, не пишут, видимо, что-то либо произошло, либо все нормально. Я сам звоню, спрашиваю, что случилось? Он говорит, он в ночь отошел в мир иной. Человек в последней, чисто своей жизни пришел к Богу. И я надеюсь, на милость Божия, что этот человек за покаяние будет оправдан и войдет в Царство Небесное. Спасибо. Вот такой интересный вопрос. Здравствуйте. Читаю Библию, как прилежный ученик, начал читать сначала. И меня ужаснуло такое количество крови в Ветхом Завете, да еще и по поручению Божьему. У меня не стыкуется Бог Завета Ветхого и Нового. Это один и тот же Бог, и почему тогда такая разница? Или Бог тоже может меняться? Одним словом, разъясните. Юлия Кривопуск, Стальяйте, спрошу. Юлия, спасибо вам за вопрос. С этим, скажем, с этой дилеммой, на самом деле, сталкиваюсь не только вы, как прилежная ученица, здорово, что читаете все подряд, но даже наши семинаристы, вот они тоже сталкиваются с этим вопросом, когда глубоко начинаем изучать Библию, но хотя бы глубоко в смысле читаем все, как полагается, с первых стихов книги Бытия и заканчивая, соответственно, пророками. А для человека, живущего в Ветхом Завете, мир Новозаветный совершенно другой. Да и сейчас-то мир не очень-то простой. Поэтому вот вам, как христианке, я посоветовал бы все-таки именно христианке от слова «Христос» начинать читать Новый Завет. Отложите пока Ветхий Завет, он не потеряет своей актуальности, он нужен, мы его прочитаем обязательно в дальнейшем. Но сейчас Новый Завет, вы же христианка, прочитайте, чему учил Христос. Прочитайте Деяния Святых Апостолов, Послания Святых Апостолов. Это для вас важнее. По поводу Ветхого Завета и Нового Завета Бог один, и он неизменяем. И точно так же Бог любит человека и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Человек очень сильно меняется. Для вас, может, покажется странным, но ведь Бог в своем сердце, как мы читаем, оскорбил, когда человечество до такой степени погрязло в грехах, что не было ни одного на земле праведника. Господь решает человечество смыть с лица земли. Что, Бог злой? Нет. Человечество перестало быть именно образом Божиим. Человек создан по образу и подобию Божьему. Вы это уже прочитали. А если человек превратился не в образ Божий, а в какого-то, извините, образ скота, причем даже животные просто так друг друга, простите, не убивают. Те же самые волки. Они не просто там, скажем, взяли, так сказать, и в лесу всех поели, млекопитающих, травоядных. Нет. Сколько им нужно для пищи? А человек вот может в этом плане быть хищником по отношению ко всему, разрушать и уничтожать. И вот сегодня даже, скажем, Ветхий Завет местами, наверное, по благочестию превосходит новозаветное состояние человечества. Поэтому все-таки я бы вам хотел сказать, читать Священное Писание, желательно под руководством кого-то из священнослужителей, и начните все с Нового Завета. А далее, когда вы коснетесь Ветхого Завета, есть замечательное толкование на Ветхий Завет, Лопухина, сегодня это в доступе, это один из самых, наверное, на мой взгляд, цельных и главных, именно мощных толкователей Ветхозаветных книг. Вот вы коснетесь непосредственно Ветхого Завета с помощью толкований, потому что есть некоторая вещь, которая без объяснения вряд ли возможно понять. Там не смысле, так сказать, а какие-то животные, там, левиафаны есть, что они из себя представляют, там, там, кит это или как-то динозавр, это неважно. Вот есть вопрос, допустим, что есть страх Божий. Вы знаете, этот термин, он впервые появляется на странице книг Ветхого Завета. И что это? Вы сможете себе ответить? Сможете объяснить тем, кто борется против страха Божия, против рабов Божий. Вот это нужно, так сказать, для этого необходимо толкование. Но поверьте, на самом деле, Бог приходит в этот мир, становится человеком, чтобы спасти человека, потому что, можно сказать, просто даже, да, так сказать, он есть любовь. Это самое простое, да, Бог есть любовь. И Бог есть любовь там, и здесь. Он точно так же нас любит и 2000 лет назад любит, и 4000 лет назад любит. Мы очень разные. И поэтому, когда Моисей писал первые книги, там, соответственно, его последствия писали другие книги, они видели окружающих мир, и они писали через призму окружающего мира. Ну, может быть, странным покажется, да, так сказать, у иудеев был закон, по которому они отпускали каждый определенный промежуток лет рабов. А в других народах такого не было. Вот раб, это в данном случае вещь. Ее можно убить, ее можно уничтожить. Иудеи, как народ верующий, обязаны были рабам давать свободу. Каждый раб знал, пройдет несколько лет, и он получит свободу. В других народах нет. Ну, пример. Поэтому все очень субъективно. И сложно. Да. Батюшка, у меня депрессия уже много лет. Мне посоветовали сходить на отчитку. Что это и как вообще к этому относится церковь? Спрашивает Артур Райкен из Риги. Артур, вам не нужно идти на отчитку, потому что отчитка, вот в нашем понимании, именно священнослужители, это чин, в котором мы молимся об изгнании нечистых духов, нечистой силы из человека. У человека, понятно, у каждого, нет у человека без греха. Есть грехи, есть страсти. Но если вы можете прийти в храм, если вы можете прийти на исповедь, с вашей депрессией, назовем ее по церковному слову, уныние, а может быть даже более глубокая форма уныния, это отчаяние, вам надо идти именно в храм на покаяние. И священник, прочитав над вами молитвы, и вас утешив духовно, подскажет, как с этим унынием бороться. Это первое. А второе, вот по поводу отчитки. Вот представьте, вы можете прийти в храм, поисповедствовать, у вас нету такого именно бесовской силы внутри, которая вас не пускает в храм. Вот вы пришли туда поэкспериментировать. Это представьте, что вы будете, так сказать, ранку на пальцы, вместо того, чтобы залечить ее там зеленкой или экопластырем, вы или скажете, так сказать, в онкологический центр, а не хорошо бы мне бы химиотерапию провести, а то у меня тут ранка на руке, может, мне поможет. Я боюсь, что это не только не поможет, но вам еще духовно навредит. Потому что дьявол в данном случае над экспериментаторами часто глумится. У нас в начале 90-х это было повальное увлечение. Все, что не так, в кавычках, лечить отчиткой. Приехали там священники, которые получили благословение, чаще не получили благословение, не правящего архиерея, не получили благословение духовников монастыря, соклинания читают, бесов изгоняют. А потом люди оттуда уезжают, и вдруг у них вот наоборот, почему-то, голоса слышатся, спать не могут, то плохо им, то жарко, то холодно, то температура держится. Врачи-то самое главное не могут определить, сказать, что с ними происходит. Доходят где-то порой до помешательств психических расстройств. Дьявол на самом деле он ждет, где человек откроет ему сердце навстречу. И вот эти попытки исцелиться от всего очень часто бывают не только неполезны, они будут очень опасны. Поэтому у вас просто есть заблуждение. Вам сказали? Ну кто сказал? Сами кто проходил это отчитка? Им лучше стало? Нет, просто сказали, ну слушай, с тобой что-то не то. Ну ты не пробовал уже исповедоваться? Ну иди там на отчитку сразу. Это же 100% поможет. Боюсь, что не поможет. А хуже стать может. Начните с того, что вам просто надо прийти покаяться, подготовиться к причастию, причаститься, и ваша жизнь, она изменится. У нас опять остается совсем немного времени. Ну и такой, может быть, простой вопрос к концу. Хотя он простой и сложный одновременно, потому что затрагивает многие такие вот этические моменты, как то же самое тщеславие, гордыня. Будьте добры, скажите, грешно ли исправлять недостатки фигуры и внешности хирургическим путем, пластической хирургии? То есть, спрашивает Виктория Малыгина. Виктория, ну, знаете, на самом деле вопрос очень сложный. Потому что одно дело, когда какие-то, скажем, физические недостатки вредят нам или, скажем, ну, может, неправильно сказать, они вредят, они мешают нам очень сильно. Бывает такое, что, да, ввиду определенных там генетических изменений нам достается что-то, что нам мешает. Ну, что, может быть, есть смысл поправить. А иногда мы целеустремленно пытаемся подражать кому-то, вот, идем на пластическую операцию, чтобы стать похожей на какую-то, ну, в частности, простите, вы как вот девушка, да, вы хотите, может быть, похожей на какую-то, может, известную актрису или известную какого-нибудь персонажа из фильмов своей, какая-то героиня есть, которая обладает там шикарной, как говорят сегодня, фигурой. Вот вы решили что-то изменить себе. Здесь тогда стоит вопрос, зачем? Это ваш кумир, вы действительно на самом деле попадаете в область греха, тщеславия и гордыни, когда вот я хочу быть кем-то, но не хочу быть сам собой. Бог человеку дает возможность в его жизни быть таким, каким он Богу нужен. Может быть, может, пример сложный приведу, не совсем вместный. Есть такой серб, христианин, известный мотиватор. Мотиватор, человек, который занимается тем, что собирает людей определенной группы и пытается их к чему-то доброму подвигнуть. Так вот, по-простому самому сказать. Вот, Ник Вуйчич, он родился без рук и без ног. Мать его, будучи медицинским работником, на УЗИ не увидели, да, так сказать, простите за выражение, она прошляпила, что у нее такой ребенок. И, может быть, он не родился, она, может быть, через грех, где-то убийство избавилась от него. Потому что, когда он родился, доктор в обморок упал. Медсестра потеряла сознание. Отец за дверью, за сердце схватился. Скажет, что ваш сын без рук и без ног. И вот этот мальчишка рос, и где уж в его сердце, так сказать, вошел благодать понять, что он такой нужен миру. Не знаю, но он пишет в своих книгах, что у Бога есть замысел обо мне. Значит, я Богу такой нужен. И вот он не пытался изменить свое тело. Ну как, в каком смысле, там, руку-ногу не пришьешь. Но он не пытался, так сказать, по этому поводу комплексовать, он пытался достигнуть всего, даже в таком состоянии. И много чего достиг. Я знаю, что в его жизни есть не просто такие моменты, когда его там обнимают, все его любят. У него есть жена, у него есть дети, семья. Этот человек в таком виде Богу нужен. Я считаю, что вы тоже Богу нужны. Единственное, если не касается каких-то реальных медицинских вопросов или, скажем, проблем, связанных со здоровьем. Здесь действительно надо что-то в себе поменять. Спасибо, батюшка. Ну и вот на этой положительной ноте мы сегодня с вами прощаемся, дорогие друзья. Храни всех вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok